Ярик! Съемка в съемке? Съемка в съемке? Пленки. Снимаешь? Привет, Влад. Заново? Еще раз, давай. Нет, вот как раз заново не будет. Давай. Все, просрал. Что чаще всего забывают участники при регистрации? Во-первых, они забывают поздороваться. Забывают поклониться мне. О том, что соревнования проводятся по категории бодибилдинга, вообще иногда забывают накачаться, но такое бывает. Удобно ли было брить себе булки? Как сильно тормозят участники. Друзья, всем привет. Сзади меня находится соревнование по бодибилдингу. Сегодня будем задавать коварные вопросы качкам, фитоняшам, физикам, к чему руководству. Приступим к делу. Сколько сильно ты заебался? Сегодня уже не заебался. Я заебался до этого дня сильно. Вопрос, который интересует всех. Как ты бреешь тело? Пробовал разными методами. Сейчас я брею просто тренером. Кого из участниц ты бы хотел? Вообще я не хотел бы сейчас. Я просто хочу пить. Я рад тебя видеть. Я рад тебя видеть. И я рад тебя видеть. Жаль, конечно, что мы на стане сегодня не постоим. Но ничего, я думаю, ты еще вернешься. Ты еще одумаешься. Этим, кто не знает, мы вместе выступали. Весной. Да. Были знакомы заочно, а весной уже познакомились лично. Именно здесь, в Харькове, на соревнованиях. Как сильно ты сейчас тормозишь на сушке? Вообще не торможу. После весны. Весна у меня уже был не первый сезон. Мне было все более и менее терпимо. Осень вообще классно. Ты раньше выступал в FPB? Да. Почему перешел? Перешел и больше не вернусь. Почему? Честно, из-за отношений к спортсменам. Я просто приехал на соревнования UBPF, посмотрел, пообщался. Для меня было большим удивлением, когда я просто приехал посмотреть и познакомился с президентом федерации Валерием Алексеевичем. Человек вообще без угрозы совести подошел, дал номер телефона. Говорит, ребят, пишите, я доступен в Viber. Вот я в Instagram. Все, всегда рад, всегда все. И потом, в подтверждение моих слов, что UBPF это семья, я приехал сюда же в Харьков первый раз на соревнованиях. Самым удивительным было, прихожу, идут как бы функционеры UBPF. Так прикольно все идет. Президент Киевской Федерации. Я подхожу, только хочу сказать здравствуйте, можно с вами познакомиться. Когда мне говорят, здравствуйте, вас и к Евгению. Очень рады. Я просто опрямлел. Так, так. Мне говорят, да, мы следим немножко за спортсменами, которые хотят и будут нашими. Надеемся. После этих слов, ребят, я вам честно говорю, я пробыл на всех турнирах, это супер. Отношения просто, не просто спортсмены. Друзья, поймал президента Федерации, нашей родной Харьковской Федерации бодибилдинга. Буквально пару вопросов, спасибо, что выделил две минутки. Скажи, пожалуйста, атлеты пришли столько, сколько планировали, либо больше? Ну, вы знаете, на самом деле, сейчас регистрация еще закрывается, и мы ведем подсчет полное количество наших спортсменов. Но в этот раз могу сказать, что будет более 100 спортсменов однозначно, где-то порядка до 150. Ну, мы, в принципе, этого и ожидали. Скорость регистрации была выше, чем весной? Потому что многие жаловались, что весной была регистрация намного медленнее, и атлеты очень уставали на этот раз. В этот раз было очень быстро, все в регламенте, и в 11.30 мы регистрацию закрыли, и вот сейчас только единственно подсчет делаем уже полное количество спортсменов. Поэтому все было быстро отрежиссировано, так скажем. Мы уже снимали видео с этой девушкой, подсказка будет вверху видео. Еще ты главный секретарь, на главный вопрос, который интересует, как сильно тормозят участники. Вы знаете, невероятно тормозят. Дело в том, что и в прошлом сезоне они очень сильно тормозили, и в этом сезоне. Вот буквально был президент 30 секунд назад, когда участник не мог определиться, он будет выступать в соревнованиях или нет. Он просто стоял на меня и смотрел. Он просто стоял и смотрел, а я задавала ему наводящие вопросы. Ваша фамилия? А вы будете сегодня выступать? И в конце 10-минутного диалога он мне сказал, я сегодня выступаю. Это всю информацию, которую он мне выдал. Потом он еще 10 минут стоял, не понимал, что ему писать. Забыл свою фамилию. Мы находили его анкету и вписывали все собственноручно. И он такой не один. Их таких очень много приходит. И они очень долго отвечают на вопрос. Примерно ответ приходит с задержкой 5-7 секунд. Он будет стоять или она на меня смотреть, а потом будет отвечать. Ну либо просто вот так вот на меня будет смотреть. В глазах не мой вопрос. Ну подскажи мне. То есть человек с углеводами это айфон, а человек без углеводов это андроид. Просто вы понимаете в чем проблема. Я тоже на них стою и смотрю. Дело в том, что я тоже не выступаю, но особой быстротой реакции я почему-то не отличаюсь. Это да, это издержки профессионализма. По организации твои личные наблюдения как участника и теперь как внешнего зрителя. Все ли нормально, либо есть какие-то необычные? Пока все по плану. То есть я вот общаюсь с людьми, никто не жалуется по крайней мере ни на свет, ни на местопровождение. То есть все довольны, а дальше посмотрим. Между нами. Есть ли красивые участницы? Кого хочется? Ну парочку такие есть, можно жахнуть. Я вдул. Вот поэтому я его и искал. Сколько? Вот организация всего, сколько зарабатывают на этом? Ну вот вы организовали, у вас был определенный бюджет. Сколько вы на этом заработали? Смотри, первое соревнование, которое мы провели, мы провели в минус 14 тысяч гривен. Второе соревнование провели только что там около нуля. Вот сейчас посмотрим, что будет. Ну думаю, мы надеемся, что останется там, планируем где-то может пять тысяч гривен останется, четыре тысячи гривен. И они будут реализованы там, наверное, на снятие автобуса для того, чтобы сборная куда-то поехала. Женя, я рад тебя видеть. Я расскажу, почему я именно к нему подошел. Это тот человек, который помог мне с первой подготовкой, который скурировал меня. Вопрос следующий. Сколько миллилитров в тебе формы? Только в натуральном бодибилдинге. Вообще без, без, без. Хорошо, хорошо. Кто помогает тебе гримироваться? Девушка Света. А как ты жопу гримировал? Девушка гримирует все. Ха-ха-ха. 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 Видео с этим атлетом у меня есть на… У меня есть на… У меня есть на… У меня есть на канале. Ссылочка вверху. В подсказках. Нажимаем, переходим, смотрим. Тренировка спины. Как вице-президент Федерации. Сейчас по своим наблюдениям. Какие есть косяки в плане организации? Пока мы Кисякова никаких не наблюдаем. Все вовремя, все по плану. Смотрим время. 13-15. Турнир начался. Выступает танцевальный коллектив. Затем начинаются категории. Все идет пока по плану. Атлеты тормозят? Нет. Не даем, не даем, не даем. Женя сказал, спросить это у тебя. Каково гримировать попу? Лучше в жизни я ничего не делала. Ты веселись, веселись. Вопрос на миллион. Чем курсил? Натуральный атлет. Натуральный? Не пизди. Серьезно. Там племени. Сколько в миллилитрах тебе формы? Ох ты какой, я еще что творишь? Натуральный атлет. Блять, залагили все. Как сильно мешает татуировка в сравнениях? Только набил, кстати. Тех не было. Выглядит не очень. Да? Шучу, шучу, шучу. Я знал, что какое-то говно. Как давно тебе хотелось секса нормально? Реально, сильно не хочется. Открою, это все. Все, в итоге. Снова мы с вами подписаны на все. Квартируем на все. Реально, выделяешься тем, что не очень массивные, это не очень красиво, но ты очень пропорциональный. И я смотрел со сцены, ты реально выделился среди всех. Хоть так понимаю, ты натуральный либо ненатуральный? Ну да, натуральный. Натуральный. Поэтому, да, поэтому ты выделяешься. Но очень круто. Ты вообще курсил? Курсил. Как давно? Шесть месяцев назад, семь. Не расстраивайся, ты крут. Молодец. Серега, это у тебя какой подсчет за сегодня? Кстати, в видео есть с ним подсказка будет. Между нами, в кругу. Сколько миллилитров в нем формы? Я натурал. По глазу его смотри. По зрачку увидел. Знаешь, когда еще есть такая... Есть такая тема, как на дереве, когда пилишь дерево, там по округам видно, сколько ему лет. Смотри в глаза, ты там поймешь. Он в нем ноль. А в тебе? А мне? Сейчас ноль. А я... Только что шоколадку съел. Красавчик. За меня съел. И воды попил. И сколько лет вы уже соревнуетесь? Ну, соревнуетесь с 12-го года. Ну, не каждый год, через год где-то получается. Через полтора. Теперь вопрос, который самораспространен. Сколько вам лет? Ну, не девочка, могу ответить. Под 50, 49-й пошел. Привет. Привет. Ты уже выходила? Нет, еще не выходила, да я еще там не скоро. Ребят, это Анжела Мардвинова, кто не в курсе. У нас с ней есть совместное видео по тренировке спины. Подсказка будет наверху, поэтому переходим, смотрим. Как твое самочувствие? Хорошее. Хорошее. Да. Чем грузишься? Чем гружусь? Печенька утром кушала. И конфетки шоколадные. Банальщина. Банальщина, да. Кемал, Маргарита. Ой. У нас и с ней видео на канале есть. Видео в подсказке будет, переходите, смотрите. Видео получилось очень горячим, да Маргарита? Да, да, ягодицы были, да, как девушка. Нормально пережила? Нормально. Валела все, да, как надо было. Довольна своей формой? Я довольна. Понятно, что каждый, который смотрит в зеркало, да, чему-то там не доволен. Но я считаю, что очень достойная форма на сегодня, отлично, тем более еще лучше будет. То есть сейчас это хорошо, а на Украине будет супер. А дальше еще супер. Желаю удачи, ты очень позитивный. Спасибо. С тобой приятно. Снимать все. Ты любишь ваш форму? В общем, это очень интересная вопрос. Но я думаю, что я могу сделать лучше. Это хороший форма для сейчас, но я знаю, что я могу сделать лучше. Ты выглядишь сравнительно со всеми более свежим. Вот ты знаешь, вот я не знаю, как это описать. Реально он выглядит более свежим. То есть ты такой больше на позитиве, да, бодренький. Такое ощущение, будто ты с дома просто высылал такой, да, скажу я. Честно, где-то возможно и так же так и есть, потому что очень большая поддержка работы тренера, много клиентов на их за мной следят. И в отличие, наверное, от большинства, я уже перешел больше просто выступать в удовольствие, получать для этого удовольствие. Так как зарабатывать эти могут единицы, а вот получать от этого удовольствие, наверное, будет и приятней, и дешевле. Удачи тебе, дай бог, первое. Спасибо. Спасибо вообще. Тебе лет? Да, мне 19. Ой. Я совсем маленькая. Применяла фармакологию на полиции? Нет, не-не-не. То есть ты готовилась без... По чистоте. По чистоте? Да. А что тебя оттолкнуло выходить? Мотивация, потому что у меня сестра, родная Маргарита Помечева, и я постоянно с ней езжу на соревнования, постоянно ей помогала гримом на мазах, там макияж делать, прическу помочь. И вот когда я смотрела на нее, на другую девочку я мотивировалась. Но ты не хочешь быть тренером? Нет, ну я и так как бы тренер, но тренер по танцам, но именно на тренажерном зале, либо вести фитнес, это не моя не может. Я тебе спасибо, спасибо. Удачи, дай бог, первое. Так. Спасибо. Призовая тройка. Третье место занимает участие под номером 108. Асека Евгений. Призовая за третье место от компании Голица, от компании Тауэртол. Их второе место занимает, становится в этой категории участник под номером 105. Максим Шевелин. Да, ну это не очень. Да, да, да. Да, да. Смотри, в зубы, в зубы, в зубы, в зубы. Что он делает? Байкирует. С новой лицом студия, спасибо. Спасибо спортсменам. За судьбу и приучастникам. На награждение готовимся. Ты довольна? Я, да, очень довольна. Теперь ждем абсолютку очень-очень долго. Просто это все будет. Еще через 8 категорий. Уже сил нет. И вот мне уже Марго попей коло, а я нет. Марго той. Не значит. Ну, в общем, конечно, довольна. Просто устала. Сейчас, сегодня я в тебя верю, да? Я еще хотела. У нас еще таких, как ты, остается. Нет, хорошо, спасибо, спасибо. Все, отлично. Сложности не вижу для того, чтобы там соревнуются, занимать. Хоть тебе, пожалуйста. Хочешь? Бери. Вот так вот, друзья. Все сражаются за эти кубки. Вот они. Вот все сложности нет. Да. Так. Так. Так.